Поехали Что ты будешь делать с тобой? Это празднует победу сборной России на сборной Испании Что ты гонишь? Зашибись, там скандал Дэн, снимай скорей Не, нормально Давай, давай, давай Продолжается Мощи, давай Мощи Я думал, ты празднует победу нашей сборной России Я кровожадный? Я беспощадный И тут, ну мы просто, конечно, с тобой баянщики, да? Но вот оказалось, что бунт менеджера Хорошо срежиссированный ролик Трейлер такой вирусный Трейлер к фильму особо опасен Но зато мы правильно проводили ассоциации с Коуплендом и с Палаником Хотя на Хабрахабре написали, что Бекмамбетову нужно снимать такие вирусы А Финчера и без того гениальный режиссер Типа того А, Бекмамбетову нужно снимать вирусы для Финчера Лупачевская Купила книжку Паланик и Бойцовский клуб В Германии На английском языке И там предисловие Такое переиздание Уже с таким предисловием В котором Паланик говорит Блин, честно говоря, замахали 50 человек, которые в чатах и аськах выбирают себе ник Тайлор Дюрн Они не читали книгу 80% не читали книгу 50% не смотрели фильм Но при этом как бы все вот так И говорит, я один раз был у меня такой случай Я пришел в один пафосный лондонский ресторан В котором там вообще все гостят и все очень дорого И ко мне подходит шеф-повар и говорит, пишите, пожалуйста Он говорит, нет, чувак, я не подпишу, если ты мне не скажешь Что? Где здесь? Вел себя так, как главный герой Он говорит, нет, нет, это закрытая информация Я не могу Ну извини, тогда не подпишу Повар такой вот Отзывает в сторонку Книжка еще по-прежнему Говорит Английская королева ела мою сперму Паланик И вот такой просто автограф Его еще, короче, глубже отводят В какие-то там Самые задворки кухни захолодили Как минимум шесть раз Это Паланик в предисловии написал Но вполне важно, что он тоже, знаешь, ягоду собрал Набрал Ну да, наш любимый ягод Наш любимый ягод Ну естественно, он же Паланик, он же фантазер Он же умеет писать Ему выдумать эту историю Как этому повару надо п***ть в салат королеве О чем говорит общественность? Общественность целыми днями говорит Во-первых, о поджоге автомобилей И наконец-то мы выяснили, что этим занимаются геи Москвы И не будем об этом А еще общественность что волнует? Как сегодня сыграет сборная России с Испанией? Вчера смотрел по одним глазом Италия и Голландия Ну голландцы выиграли, кстати, 3-0 А это все почему? Потому что они снялись по пояс голенькие В стиле художественного фильма 300 спартанцев для календаря Голландцы? Да 300 голландцев? 300 голландцев Ну да, у них же 300 месяцев в году Это Нидерланды Комментаторы, конечно, жгут Уже один френд в моем ЖЖ написал, что Блин, какие же комментаторы дебилы На первом канале кто-то комментировал Сказал, типа, выходит на замену Самир Насри Ну, при всем желании я не могу смягчить эту фамилию Ну, фамилия у человека такая А комментатор, типа, проявил себя культурным человеком И не смог он ее смягчить никак Не, ну он мог бы сказать накакай Накакай, да Нужно обязать Как бы у FIFA власть то есть, да Ну да Нужно обязать Фамилии на Благозвучные в тех языках Например, у нас в стране В клубе ФК Москва играет Мариуш Йоп Иногда, знаешь, там Комментаторы говорят Йоп бьет И как бы это не мат, потому что Йоп, да Но звучит-то как-то странно И как вот ты поменяешь На какую русскую фамилию нормальную Благозвучную Йоп На русскую благозвучную Пиндыс Бац Да, давай рассматривать Вот это, знать Да, вот бац Бац Бух Мариуш Бац Будет Да, или Шмяк Ну, хуйняк тоже нельзя, конечно Нельзя Бдыш Бдыш, да Мариуш Бдыш 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 и Носомир Накакай Вчера комментатор там кричал там Представляешь, ну играют голландцы с итальянцами А наши комментаторы умеют Покричать на нейтральных матчах Разогреть интерес телезрителей То есть идешь там мимо телевизора Кто-то в телевизоре кричит Естественно, ты обратишь внимание Что хоть там происходит, кого убивают А это нет, комментатор Он болеет за красивый футбол в данный момент Кто-то выходит на замену И голландец что-то бежит с мячом И он говорит Своими широченными ногами Перебирая своими широченными ногами Вот, кстати, многие спрашивают Куда делся дагестанский Комментатор Рамазан Он работает на Лиферу Он комментирует причем не только спорт Ну и, например Ну и свадьба, похороны Можете за определенные деньги Ну, конечно Обратиться к нему Он вам откомментирует любое событие в вашей жизни Рождение ребенка Похороны кошки Попугайчика Смотри, какой мощный попугай умер Что это? Что это он делает? А, копает могилу Мне кажется, нужно всей стране вот что-то пообещать Что-то пообещать, что-то сделать Это я в Спортэкспрессе прочитал Ну Поэтому, говорю, что идея не моя Какой-то там репортер написал статью аналитическую Что вот мы вступаем в чем-то от Европы Наконец-то мы вступаем его не поджав, а чишка А смело его разжав Он так и написал? Ну, я образно Я для понимания проще Так, довольно уверенно Типа, нас устроит любой результат Ну, там, типа, верим в хидинга И что бы ни случилось Никто собак спускать не будет И нет обреченности, самое главное Во взглядах этих богатырей И он говорит, а чтобы у нас все получилось Надо каждому что-то загадать Вот как тогда Газаев загадал Сбрею усы Так и не забрел Так и победили Как бы, да? Неважно, сбрел он не сбрел Но он же загадал Тимати должен пообещать записать трек Употребив слова «Березутский» Два раза Их же двое Ну да Игнашевич может тоже два раза употребить Потому что все равно он в запасе будет сидеть А что, его прямо в запасе намертво и не выпустят? Это он удлиняет камень? Не, ну как, погулять-то его выпускают Из дома Где они живут На поводке Игнашевич? Он бросается уже Но ты его глаза видел? СМЕХ Опять же, вчера читал интервью с хидингом Он рассказывает про Торбинского Вы Торбинского специально не выпускаете С первых минут матча Потому что он хорошо очень выходит на замену Хидинг, да, я люблю выпускать Торбинского на замену Потому что Торбинского, знаете, он такой Он как молодая собака Он хочет Это пилец какой-то Учитывая, что Хидинг тренировал сборную Кореи Сравнивать Торбинского с молодой собакой Он как молодая собака Он выбегает на поле Он как бы хочет все сразу Честно говоря, я верю в успех нашей сборной Начать Европы Вот у меня бывает такое чувство У меня бывает такое чувство, когда я знаю, что Я вот, например, предсказал победу ЦСКА в Кубке УЕФА И предсказал победу Зенита в Кубке УЕФА Когда ЦСКА вылетели из группы в Лиге Чемпионов И попали в Кубок УЕФА Я сразу сказал, они выиграют Кубок УЕФА Когда Зенит выиграл у Вильяреа И сказал, он выиграет Кубок УЕФА Это твоим воображаемым друзьям? Нет Просто Леша аутист у нас немного Ну что, давай закругляться Давай закругляться Я только хотел самое последнее сказать У нас в городе прошел фестиваль видеоприколов Бугага Ну не то, чтобы он прям такой уникальный Вот сейчас, например, готовится Венецианский фестиваль в Виннице Тоже видеоприколов Вот у нас прошел свой скромный Были Орловские команды, Смоленские, Липецкие На самом фестивале я не был Вот Алексей был в жюри, как представитель Рудхилба Я потом пошел на закрытый показ Ну, подешевле И вчера я отбирал ролики, которые на мой вкус И вот я их отобрал и выложил И они лежат, их четыре, они коротенькие Их можно посмотреть Ну, довольно забавные По-моему, забавные, да Вот, и ссылочку на этого пользователя дадим Там всего четыре ролика Один из них вообще меня вчера очень висит Рвал бороду вчера, Вася